МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Квартирный вопрос и я, Татьяна Грамовна. Сегодня нам необычайно повезло. Мы оказались в гостях у молодой, легкой на подъем и, главное, авантюрной семьи Долговых. За несколько лет Сергей и Лариса успели пожить в разных уголках нашей страны. В Пензе, в Советской гавани на берегу Тихого океана. И вот теперь оказались в Москве, в этой трехкомнатной квартире. Новый дом уже начали переделывать под себя, с комнатами разобрались, а вот на этом подсобном помещении споткнулись. Им захотелось свежего, креативного, нестандартного решения. Так вот, оно у нас есть. Мы присоединил кладовку к спальне, ну а главным сюрпризом здесь станет душевая комната в прозрачном стеклянном кубе. С такими родителями, как Лариса и Сергей Долговый, на месте не усидишь. И семилетняя Диана охотно этим пользуется. Джип в сафари по Кавказским горам. Прогулки верхом на любимой лошадке Нюши. Да просто головокружительные полеты на дворовой карусели или в белобросок по окрестностям. Попробовать хочется все. Конечно, да, надо быть открытым ко всему новому, надо быть открытым к тем пространствам, которые нас окружают. То есть нужно быть активным. Да главное дома не сидеть. Надо хотя бы воздухом дышать, однозначно. Сидеть дома не их стихия. Они и города-то меняют, как перчатки. Сначала родную Пензу, на Дальний Восток. Молодой лейтенант Сергей Долгов отправился туда командовать ротой морских пехотинцев. А через пару лет уже с новорожденной дочкой семья взяла курс на запад, в столицу. Капитан в отставке решил попробовать себя на гражданке. Сейчас с успехом руководит продажами в типографии. Новые люди, новые города, все новое, что-то какая-то динамика в жизни присутствует. Это здорово. Мы перемены не боимся, мы наоборот к ним стремимся. Ребенок у нас растет точно такой же, такой же динамичный, судя по тому, сколько у нее друзей и как она общается со всеми, что я думаю, она у нас. Ну а пока первоклассница Диана удивляет маму успехами в учебе. Читать, писать, считать и даже столбиком для нее уже легче легкого. Хотя, чему тут удивляться, ведь мама всегда готова помочь, объяснить, увлечь. Ну секрет, на самом деле, я думаю, что любовь, потому что мы все вкладываем, душу, и самое главное, общаемся. Мы общаемся, мы постоянно вместе, мы постоянно все рассказываем, ездим, везде все-все, и поэтому ребенок, я думаю, со всех сторон смотрит на обучение, на что-то новое, уже по-другому. Еще одно любимое детище Долговых – их трехкомнатная квартира – подарок родителей. С ее появлением Лариса, экономист по образованию, всерьез увлеклась дизайном. Сначала с помощью штор и деталей довела до ума веселую оранжевую кухню, доставшуюся от прежних хозяев. Потом заново спланировала минималистскую гостиную. Не так давно закончила детскую, хотя этот кукольный домик, похоже, скоро снова попадет в переделку. Теперь, наверное, мальчик. Первое счастье есть такое прекрасное, еще хочется одно, еще, может быть, и не одно, но на данный момент вот так. Через полгодика, да. Дети, конечно, ради кого мы все это делаем, а все остальное уже – пути достижения этой самой гармонии в жизни. Ну что ж, Лариса, Сергей, вот ваша спальня, ей мы и займемся сегодня. Сразу же хочу вам сказать, что вы большие молодцы, потому что нашли очень хорошее решение, очень правильное для этой маленькой квадратной комнатки. Одну стену выделили темным цветом. Да. Чье решение? Мое. Да, мое, без ложной скромности, долго-долго-долго планировала, но пришла к выводу то, что все стены, три стены остальные более мягкого тона, теплого, да, тем самым больше свет падает. А эта стена, да, такая более увесистая, более яркая и, ну, дает свой акцент. Комнатка действительно очень маленькая. Сколько здесь метров? Десять. Метров двенадцать, наверное. То есть десять-двенадцать, да. Ну, в принципе, нас устраивает вот в этом плане, это да. Чтобы здесь можно было расслабиться после тяжелого трудового дня. Да, да, да. Ну, а расслабляетесь вы, сидя вот на этой низкой кроватке. Опять же, да, и соображений как можно больше облегчить это помещение, да? Да, да. Чтобы было больше места, чтобы не загромождать. Да, нас устраивает, она очень элегантная и большая, ну, в общем, так как и мы большие, высокие, нас это очень устраивает. Я смотрю, вас все устраивает. Зачем же мы вам? Хотели, как-то, знаете, расширить, может быть, потому что там у нас дальше... У вас планировка очень нестандартная. Нестандартная, да. Сюда ведет коридорчик, какая-то подсобка, да? И, в общем-то, эту всю площадь можно как-то модернизировать. Да, и мы хотели бы, может быть, оптимизировать вот это пространство, может быть, даже и совместить вот эту спальню с тем гардеробом, который у нас там сейчас есть. Ну, вот этот самый коридорчик, который ведет в спальню и... Кладовка ваша, да? Да, да, да. То есть, по сути, это кладовка? Это кладовка, да. Да, здесь у нас хранятся вещи, стиральная машина, сушильная машина. Да, всякие разные инструменты. Здесь у нас также сушильная, здесь у нас стиральная машина. Ну, в общем, и целом пространство используется не по назначению. Да, вот этот шкаф у нас... Можно? Да, конечно, несет такую большую нагрузку. Вот, загружен. Да, загружен, но в связи с тем, что, конечно, у нас комната устышена от ящиков всяких, мы там только отдыхаем. И здесь, конечно, хочется сделать хорошую гардеробную, которая уже будет нам помогать. Ну, а сейчас поделитесь, пожалуйста, вашими самыми смелыми мечтами. Какой вы представляете себе эту комнату после переделки? Каждый метр функциональный. Ох, такой мужской взгляд на вещь. Да, да, практично, удобно. Да, правильно. Мы смелые, мы готовы к каким-то смелым интересным решениям, и мы хотим, чтобы все было по последнему слову техники. Даже так? Да. Техника. Техника. Ну, какая-то, да, для спальни. Может быть, телевизор? Может быть, какие-то элементы хай-тека, что-то такое стекло, металл. Может, да. Кардблан же даете нам? Да, конечно. Ну что ж, спасибо вам за это. А сейчас, перед тем, как расстаться, хочу вручить один подарок от партнера нашей программы, компании Морелли. Итальянская компания, производитель ручек и дверной фурнитуры. Они хотят вас отправить на каникулы в Рим. Да, аристские каникулы вас ждут. Так что поезжайте, вдохновляйтесь, наслаждайтесь поездкой. Спасибо большое. И возвращайтесь к нам в обновленную спальню. Спасибо. Спасибо. Ура, 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 спасибо. Ну что ж, поезжайте, отдыхайте. Спасибо. А вы ждете все позже. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что ж, Кинсудин, герой у нас смелый, готовый к экспериментам. Далее карт-бланши. Мы этим воспользуемся. Да, мы этим воспользуемся. Это помещение, которое за нашей спиной. На данный момент состоит из трех отдельных помещений. Мы это объединим в одно большое, а после этого мы опять его разделим, но в новом варианте. И таким образом дверь у нас окажется вот на этом месте, да? Да, дверь у нас будет отхатная, и по сути все помещение начнется именно отсюда. Так, что там будет? Давайте посмотрим. Давайте. Вот он, план? Да. То есть мы заходим здесь, за нашей спиной, то что сейчас стенка глухая, она становится стеклянной. Ого. И помещение делится на две части. То есть слева у нас будет гардеробная спортси soit-бирочная, а справа будет санузел при спальне. Вот это новое помещение, которое мы выстроим, да? Да. В рамках спальни. В рамках спальни, но мы не то, что его выстроим новое, а мы его, по сути, восстановим то, что было изначально по фулану БТИ. Ну и центральным элементом здесь станет санузел. Да, санузел станет центральным элементом. То есть слева от него будет спальня, справа от него будут гардеробные. И у нас выстраивается логичный маршрут. То есть человек утром проснулся, принял душ, оделся, вышел весь такой красивый. Когда он пришел с работы, соответственно, действие происходит в обратном порядке. Но при этом вы сможете еще что-то постирать, да, грязный белье? Да, потому что у нас в гардеробной присмотрена стиральная машина и с тушильными автоматами. Ну и, наконец, спальня. Мы ее загромождать не будем. Большая кровать, как и сейчас. Да, и я предлагаю пройти в то помещение. Давайте. Ну то есть в итоге у нас получится, что коридор мы объединим со спальней, а вот этот блок останется на своем месте, но вида изменится. Ну, по факту, да. Ну и спальня мы особо ничего менять не будем. Да, у нас, как видно на этом кадре, кровать становится изголовьем к этой стене. На противоположной стене появится у нас телевизор. Справа от нее у нас появится за стеклом санузел, а за санузлом у нас появится гардеробная спасти ручка. Ну, санузел у нас в таком прозрачном стеклянном кубе, оказывается, насколько это правильно. Тут, на самом деле, есть небольшой секрет. То есть, с одной стороны, это полностью прозрачное помещение становится, но при желании можно будет нажать специальную волшебную кнопочку, и этот кубик становится полностью непрозрачным. Ну, а прозрачность нам это нужна для того, чтобы помещение все-таки больше казалось. Да, так как сейчас у нас есть потенциально 20 квадратных метров, но за счет вот этого деления на клеточки этого абсолютно не чувствуется. А за счет стекла мы добьемся максимального воздуха и простора. Отлично. Ну и опять же, отделка у нас такая минималистская будет, да? Все у нас минималистичное, простое. Каждый предмет отвечает своей функцией. Ну и много такой скрытой подсветки, да? Да, подсветки у нас, с одной стороны, много, но она добавляет нам некий такой шарм. То есть, у нас есть стандартная классическая подсветка с потолка. У нас подсветка будет за изголовьем кровати. А, кстати, что это за материал? Это у нас будут кожаные панели. Они будут на расстоянии от стены, и за ними будет светодиодная лента, которая будет светить в стену и давать мягкий рассеянный свет. Интересно, да? Ну, я надеюсь. Ну что ж, осталось только все это реализовать. Да, я думаю, у нас все получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К полую потолку привариваем стальной каркас. Он наметил границу между двумя зонами и стал надежной опорой для инсталляции, на которую позже будем монтировать подвесной унитаз. С мокрой стороны зашиваем конструкцию аквапанелями. Этот влагостойкий армированный материал из мелкозернистого бетона послужит основанием для финишной отделки камнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со стороны гардеробной у нас запланирована покраска. Здесь используем гипсокартон. С его помощью мы также опустили потолок по всей площади, чтобы встроить светильники. Очень важный этап – гидроизоляция. Тут нам поможет латексная мастика. Она синего цвета, так что необработанные участки хорошо заметны. В углы на свежий слой мастики укладываем готовые гидроизоляционные изделия. Они так и называются – внутренний угол. Стыки между листами защищаем такой же эластичной лентой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для выступающих из стены труб есть отдельный элемент – манжета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для гидроизоляции пола применяем другую технологию. Сначала наносим эластичный плиточный клей на цементной основе. Поверх него раскатываем гидроизоляционное полотно. Оно защитит от влаги и трещин, даст отпор кислотам, щелочам и грибку. По стыкам полотен и здесь проходим латексный мастикуль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь можно класть древесно-стружечную плиту. Основу под напольное покрытие. Оно у нас необычное. Это наборные паркетные плитки размером 18 на 18 сантиметров. Укладываем их на эластичный полимерный клей. Растворителей он не содержит, поэтому при нанесении не пахнет. Плитки трехслойные из так называемого термодуба. Он запекается при высокой температуре, после чего приобретает вот такой теплый коньячный тон на всю глубину. Стены и потолок по контрасту с ним прохладные, почти белые. Оттенок называется «Горный хрустальт». Краска английская, матовая, на водной основе. Очень прочная, без проблем выдерживает мытье. Устанавливаем душевой поддон. Он выполнен на заказ по эскизу Шамсудина Керимова. Стальной каркас-подиум, под которым будет устроен слив и облицовка – акриловый камень. Приступаем к монтажу новой двери. Модель сдвижная, сделана на российской фабрике. Система открывания называется «мистери», то есть «тайна». Все рабочие механизмы скрыты за декоративной алюминиевой планкой. Платно гладкое, покрыто прочным глянцевым акрилатом. На очереди кондиционер. Вывешиваем за окно его наружный блок. Работает он тихо, ни хозяев, ни соседей не потревожит. А фотокаталитический фильтр, которым оснащен блок внутренний, позволит забыть о неприятных запахах и пыли. Душевую комнату оформляем плитами кварцевого камня. Они массивные, толщиной 2 сантиметра, но на клей держатся прочно. Стиральную и сушильную машины устанавливаем колонной одну на другую. Между ними специальный переходник с удобной выкатной полкой. Гардеробную оборудуем шведской системой хранения. В ней все просто, как в детском конструкторе. К стене прикреплен всего лишь один несущий рельс. На нем вертикальные направляющие, и уже на них фиксируются остальные элементы. Материалы тоже простые и экологичные. Сталь и береза. Сохранить и приумножить. Вот о чем просили герои в разговоре о гардеробной. И мы это сделали. Отвели под нее отдельное пространство. Всю стену здесь занимает сетчатая система хранения. Продумана она до мелочей. Конечно, есть штанга для платьев, костюмов, длинной одежды. Много открытых полок, корзин. Есть вот такие выдвижные металлические. Удобные вешалки для брюк. И даже приспособления для галстуков. Деревянная шкатулка для всяких мелочей. Подставки для обуви. Одним словом, все. Планировка может быть разной. Деревянные секции легко снимаются и переставляются благодаря простой системе крепежей. Ну а на антресоли, коробки с сезонными вещами и чемоданы можно поставить. Дополнительная полка есть и вот здесь, над мини прачечной. Для которой была сделана специальная ниша. Стиральная машина умная. Сама дозирует моющие средства. Достаточно один раз залить гель для стирки в один контейнер. В другой кондиционер хватит на 20 стирок. В зависимости от типа белья, его количество и степени загрязнения система сама определит, сколько и чего нужно в каждом конкретном случае. И в нужное время подаст средство в барабан. А еще она легко справится с самыми разными пятнами. Есть и такая функция. Достаточно выбрать нужный режим. Кроме того, в машине имеется система Аквастоп. Защита от протечек. Производитель дает гарантию на весь срок службы машины. И даже обязуется возместить ущерб, если вдруг произойдет затопление. Так что проблем со стиркой возникнуть не должно. Да и сушкой тоже. Все заботы на себя возьмет вот этот агрегат. Загрузил вещи и через пару часов можно уже надевать. Программ много. От сушки рубашек и полотенец до пуховиков и обуви. Вот эта полка как раз для нее. Помещается сюда 9 килограммов белья. Электроэнергия расходуется экономно за счет теплового насоса. Проще говоря, прибор забирает тепло из окружающего воздуха и передает внутрь барабана. Такой способ в три раза эффективнее традиционной технологии, где используются нагревательные элементы. Есть разные режимы. Например, сушка под утюг. Тогда вещи остаются слегка влажными и их легче гладить. Из своего личного опыта могу сказать, что этот агрегат вещь исключительно практичная. Особенно в малогабаритных квартирах не надо место искать, где разрезать белье и ждать, пока оно высохнет. Но зачастую мы даже не подозреваем, насколько готовы облегчить нам жизнь эти замечательные домашние помощники. И речь идет не только о стиральных и сушильных машинах, но и, например, о посудомоечных. Давайте сейчас отправимся в Германию и посмотрим, какие новые возможности открывают перед нами производители. Есть такая профессия – посуду пачкать. Нет, в принципе, чашки, тарелки и вилки пачкаем мы все – домашними завтраками, семейными обедами и романтическими ужинами. Но для большинства жителей планеты грязные столовые приборы всего лишь досадная, хотя и неизбежная издержка приема и приготовления пищи. А здесь, в окрестностях Мюнхена, в лаборатории завода города Диллинген, посуду ежедневно планомерно загрязняет целый штат специально обученных людей. Мы с вами сейчас заходим в лабораторию, где тестируются и настраиваются посудомоечные машины «Сименс». Качество их мытья и сушки. Для этого нам и нужны целые горы грязной посуды. Причем весь процесс прописан очень четко, по этапам. Мы используем загрязнения, которые чаще всего встречаются в домашнем хозяйстве и труднее всего отмываются. Машины марки «Сименс» продаются по всему миру. Для каждого рынка свои требования, основанные на предпочтениях в еде. Чтобы протестировать приборы для американцев, смешивают малиновый джем и кофейную гущу. Для россиян используют, кроме прочего, мясной фарш, овсянку и шпинат. Тщательно загрязненные тарелки и столовые приборы 2 часа запекаются в духовых шкафах при температуре 80 градусов. Так мы симулируем ситуацию, как будто пользователь оставил грязную посуду на столе и пару дней она сохла. Вот можно посмотреть, насколько сильно припеклись загрязнения. Они даже не отскребаются. Итак, посуда закладывается в машины, процесс запускается. Вода под большим давлением начинает литься из коромысел и душа, расположенного под потолком. Кроме полноразмерных посудомоечных машин шириной 60 сантиметров, мы производим и 45-сантиметровые. Они помещаются даже на небольших кухнях. Но раньше был недостаток у таких узких машин. Посуда в углах не всегда хорошо промывалась из-за одного коромысла под верхним коробом. Мы изобрели двойное коромысло. Оно промывает углы и даже такую проблемную посуду, как высокие стаканы. Идеально отмыть стаканы – отдельная задача. Учитывая, что их, так же, как и чашки, перед испытаниями загрязняют не менее основательно, чем тарелки и вилки. Наливают молоко, а потом ставят на 14 минут в микроволновой печи. В результате посуда покрывается удручающей горелой коркой. Что касается чашек и блюдец, в них мы наливаем крепкую заварку и запекаем в шкафу в течение одного часа. Потом достаем, выливаем остатки чая и ставим назад. Остается сильнейший налет. Избавиться от него очень непросто. Отмыть всё как следует посудомоечной машине помогают специальные средства. Они бывают разные, порошкообразные, в виде геля и таблеток. Мы выяснили, что сейчас всё более популярными становятся комбинированные моющие средства – таблетки. Но с ними была проблема. Таблетка могла заострять и не раствориться полностью, или вообще попасть сразу в слив. Мы разработали отделение «Досаж Ассист» в ручке верхнего короба. Таблетка закладывается туда же, куда и обычное моющее средство. Дверь закрывается. В нужный момент таблетка выпадает прямо в это отделение и равномерно растворяется, поскольку струя из верхнего коромысла попадает точно на неё. Итак, цикл мытья окончен. Можно доставать посуду и проверять, насколько успешно машина справилась с работой. Важно, что каждая тарелка и ложка обозначена своим номером и стоит на определённом месте. После осмотра будет понятно, в каких именно частях машины посуда промывается не очень хорошо, и что нужно усовершенствовать. Даже яркость света, под которым я работаю, утверждена нормами. Каждую тарелку я тщательно осматриваю и выставляю оценки в таблицу. Первая оценка – по количеству оставшихся загрязнений. Если от шпината есть слабое зеленоватое пятно, это уже не самая высокая оценка. Вторая оценка выставляется за качество ополаскивания и сушки. На посуде не должно оставаться следов капель. Любая вода имеет некоторый уровень жёсткости, содержит ионы кальция и магния. При нагреве они образуют накид. Все наши машины снабжены контейнером с ионнообменной смолой. Вода проходит через неё, смягчается, и только после этого поступает в моечную камеру. Тогда накид не образуется. Смола будет работать весь срок службы прибора, её не нужно менять. И вот она, явная разница. В одной руке бокал с пятнами после мытья в жёсткой воде, а в другой – чистой и высушенной качественно. После всех испытаний и настроек, когда посудомоечные машины, наконец, выдают нужный результат и соответствуют предписанным нормам, им присваивается определённый класс мытья, сушки и энергопотребления. Машины «Сименс» в России имеют самый высокий на сегодня класс по этим показателям. Под конец немного статистики. Социологи подсчитали, что в России посудомоечные машины имеют только 6% семей. При этом 90% женщин и, наверное, ещё больше мужчин не любят мыть посуду. Цифры, над которыми стоит задуматься. Квартирный вопрос продолжает переделку 20-метровой спальни с санузлом. Новый унитаз – произведение одного из самых маститых итальянских дизайнеров – Матео Туна. И далеко не так прост, каким кажется. Как и стеклянная клавиша смыва. Она съёмная, открывает доступ к бачку, но её главный секрет мы раскроем чуть позже. Собираем душевую систему. У верхней лейки есть режимы тропического дождя и водопада. Смеситель термостат автоматически поддерживает заданную температуру воды и постоянный напор. А заодно это удобная полочка для шампуней и держатель ручной лейки. Дизайн напольной раковины в виде тумбы придумал сам автор проекта Шамсудин Керимов. Внутри мы спрячем компактный насос для отведения стоков. Он с выпускным клапаном и угольным фильтром, который не пропустит неприятные запахи канализации. Производительность до 119 литров в минуту. Сверху устанавливаем высокий однорычажный смеситель. Розетки и выключатели французские серия называется «ОДАС». Её отличительная черта – возможность подобрать декоративные рамки из самых разных природных материалов. Для этого интерьера мы предпочли металл. Монтируем стеклянные перегородки и двери, в том числе раздвижную в душевом отсеке. Матовость стекла – результат химического травления. За отравленным стеклом по сравнению с обработанным пескостройкой легче ухаживать. Полотенцесушитель электрический из полированной стали. Сделан в России. А вот дверная фурнитура вся приехала из Италии. И ручки, и замки. Запирающий механизм работает бесшумно. Для спальни это особенно важно. Модель называется «Спейс» – «Космос». Разработана архитектором Марио Мацером. Ну вот, мы воплотили в жизнь нашу идею с душевой комнатой за стеклом. Оно, как видите, матовое и только без волшебных превращений в прозрачное. От смарт-гласса в итоге отказались, чтобы не усложнять жизнь хозяйки. Несмотря на вытяжку, на стекло будут попадать брызги, оставаться следы от пальцев, даже известковый налет. Но, тем не менее, основной концепцией это не нарушило. Перегородка пропускает свет и, что немаловажно, не перегружает пространство. Легкая и воздушная, она как бы намечает границы, но не подчеркивает их. Стекло у нас закаленное, толщина 1 см, не разобьется даже от сильного удара. Стыки мы заполнили силиконовым герметиком, который не даст влаге проникнуть в остальные зоны и дополнительную звукоизоляцию обеспечит. На гладком стекле эффектно смотрится лаконичная металлическая фурнитура, петли, замки, ручки без накладок. Все в отделке матовых ром. В поддержку фурнитуре выключатели и розетки от французской компании Schneider Electric. Рамки у них из матового алюминия с фактурной поверхностью. Ну а теперь давайте заглянем. На площади всего 3 квадратных метра удалось разместить все необходимое. Унитаз подвесной. Это и уборку прощает, ничто не мешает при мытье полов. И смотрится он легче обычного. Хотя выдержать может до 400 килограммов. Не думаю, правда, что это понадобится, но все же. Система инсталляции и бачок скрыты внутри. Видны только клавиши смыва. Вот эта эффектная стеклянная панель с горящими глазками. И что самое интересное, дотрагиваться до меня не надо. Она управляется легким движением руки благодаря инфракрасным датчикам. Так что никаких микробов и отпечатков пальцев. Но и это еще не все. Унитаз совмещен с биде, хотя сразу об этом не догадаешься. Вот это прозрачная вставка для демонстрации. Стоит нажать на кнопку и выезжает гигиенический душ. Вода в нем, температура тела. Крышка на амортизаторе закрывается плавно и без шума. Умывальник выполнен из искусственного акрилового камня сторона. Материал практичный, непористый, водонепроницаемый. Кроме того, хорошо поддается обработке. Формы могут быть самыми разными. Внутренняя подсветка облегчает нашу довольно массивную конструкцию. Ну и превращает ее вот в такой интересный светильник. Удобная раковина, широкая, глубокая. Смеситель высокий. Ручка, напоминая джойстик, вот так вот плавно движется. Но чтобы проблем со стоком не было, так как до стояка довольно далеко, мы установили под раковиной насос от датской компании Грунфос. Он компактный, включается автоматически почти сразу, как вы открыли воду. Из того же искусственного камня у нас и поддон для душевой кабины. Выложен он вот такими прямоугольными фрагментами, между которыми оставлены зазоры. Сквозь них вода будет равномерно уходить и можно долго-долго стоять под душем, как под дождем. Здесь вот такая большая стационарная душевая лейка. Ну а захочется просто ополоснуться без мытья головы. Пригодится мини-душ со шлангом. Чтобы случайно не обжечься, в смесителе предусмотрен ограничитель температуры воды. Можно быть уверенным, выше 40 градусов она не поднимется. Отделяет душевое стеклянная перегородка с раздвижной секцией. Две же остальные стены у нас облицованы кварцевым камнем, который приехал из Израиля. Покрытие прочное, долговечное, воды не боится. Его, кстати, часто используют в отделке бассейнов, саун, спа, салонов. За счет богатой текстуры и шоколадного оттенка смотрится эффектно и согревает нашу довольно прохладную душевую комнату. Так же, как и пол. Он у нас одинаковый во всем помещении. Вот такие небольшие квадратные паркетные модули. Конструкция трехслойная. Все слои из массива дуба, который прошел термическую обработку. Это сделало его более прочным, стабильным и устойчивым к влаге. Покрыт натуральным маслом, которое подчеркнуло живой рисунок древесины. Мастер, кстати, выкладывал плашку за плашкой, как мозаику. И этот мелкий рисунок привнес динамику и оживил наш интерьер. Ну а чтобы исключить заливы, мы установили защитную систему. Она контролирует работу кранов и блокирует воду, если вдруг случается протечка. Основной блок находится вот здесь, прямо у стояка. Ну а это дистанционный пульт управления. Нажимаем на кнопку, и он перекрывает воду в стояке. Кнопка «Открыть». Подача воды выгодномлена. Этот элемент ставится непосредственно на пол, и в случае, не дай бог, протечки, он среагирует и моментально подаст сигнал, и опять же перекроет всю воду. Подключаем новый радиатор. Колонка в нем состоит из двух труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга и запаяны. Вода циркулирует между ними, а внутри остается полое пространство, что увеличивает площадь теплоотдачи. Переходим к оформлению изголовья кровати. Оно будет большое, во всю стену, объемное и с подсветкой. Каркасы из ДСП оклеиваем светодиодной лентой и закрепляем с помощью пластиковых уголков. Сверху панели из МДФ, обтянутые кремовой искусственной кожей. Между ними остались небольшие зазоры, сквозь которые и будет сочиться мягкий свет. Теперь сама кровать. Регулируемое ортопедическое основание и матрас. Пространство этой спальни небольшое, около 10 квадратных метров. Так что мы придерживались минимализма во всем, от отделки и до мебели. И главный предмет здесь, конечно, кровать. Матрас метр восемьдесят на два, ортопедический, на основе блока независимых пружин. Каждая спрятана в свой отдельный чехольчик и реагирует на тот вес, который приходится именно на нее. Тело принимает анатомически правильное положение. Мышцы полностью расслабляются и даже улучшается кровоснабжение. Так что сон полноценный, здоровый. Две стороны у матраса. Вот это мягкое. Здесь толстый слой вязко-эластичной пены. Ну а обратная полужесткая слой кокоса с латексной пеной. Перфорированная вставка по периметру системы вентиляции. Чехол же здесь с серебряными нитьми. А серебро обладает противомикробным действием и снимает статическое электричество. В качестве изголовья у нас вот такие панели разного размера, оформленные искусственной кожей. Они частично и на потолок заходят, так что граница между плоскостями стирается. И это добавляет ощущение большего комфорта. Вместе с живым теплым полом это графичное панно разбавляет строгую лаконичную отделку. А светодиодная подсветка как бы отрывает панели от стены и делает пространство более глубоким. Добавляет графики в наши интерьеры новое окно с профилем ламинированным под темное дерево. Ну а за погоду в этой спальне будет отвечать кондиционер. Он по стилю нам прекрасно подходит, современный, изящный. Управлять им можно и вне стен дома с помощью телефона или компьютера. Есть интеллектуальный датчик двузонный умный глаз. Он отводит прямые потоки воздуха от людей, исключая тем самым сквозняки и экономит электроэнергию. Работает тихо. Во всех источниках света используем экономичные светодиоды. По обе стороны кровати лаконичные подвесы с корпусами-цилиндрами из алюминия. Основное освещение – встроенные споты. Всего их 15, 9 в спальне и 6 при входе. Для чтения – два бра на гибких ножках. Направление света легко менять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окно декорируем вуалью из полиэстера и льняными шторами на скрытом противном карнизе. Его мы тоже подсветили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все убранство кровати, белье, покрывало, чехлы для подушек и схлопка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тумба для техники и всякой всячины отделана шпоном ореха и белой глянцевой эмалью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикроватные тумбочки на скрещенных ножках, наоборот, чёрные, матовые. Телевизор жидкокристаллический с диагональю 102 сантиметра. Гардеробную наполняем полезными аксессуарами. Гладильная доска с функцией подачи воздуха, мощная паровая станция и целый арсенал приборов для укладки волос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шамсудин, всё-таки какая поразительная метаморфоза. Казалось бы, планировка такая же в этой комнате, а ощущения абсолютно другие. На самом деле, все наши дома, они спланированы очень грамотно, просто оформлены в какой-то степени некачественно. И мы взяли существующую планировку и просто придали ей нормальный эстетический вид. И теперь ощущение, что эта комната, не скажу, что в два раза больше, но намного объёмнее. У нас стало в два раза больше визуально, потому что изначально тут были такие клетушки. Мы их сломали, возвели на их же месте такие прозрачные стеклянные перегородки, и тем самым мы добавили некую глубину и перспективу этому помещению. То есть здесь мы через ряды стёкол видим там следующее, следующее, следующее. Да, ну и, конечно же, за счёт света нам удалось добиться определённого эффекта, да? Да, у нас есть несколько разных вариантов. То есть либо мы включаем подсветку из головы, это достаточно просто интимная такая, уютная, либо основной потолочный цвет, либо подсветку ниш. Но самая фишка у нас всё-таки это наша ракета, потому что она может у нас служить также ночником. Когда попадаешь в эту комнату, такое впечатление, что находишься в номере какой-нибудь очень хорошей гостиницы, где есть всё для жизни, на самом деле. Ну, разве что у кухни нет? Ну, по сути, да. Можно, конечно, где-нибудь там газовую горелку поставить и больше отсюда даже не выходить. Не стоит, я думаю. Но, тем не менее, есть большая гардеробная, да? Да, большая ванная комната, несмотря на то, что там всего лишь 3 квадратных метра, там уместилась и душевая, и большая раковина, и полноценный унитаз с биде. Этот проект получился, на самом деле, очень авторским. То есть тут процентов 80, всё сделано по моим эскизам. Это не потому, что хотелось что-то привнести в свой образ. В каких-то ситуациях просто мы не могли найти существующую альтернативу. Здесь у нас интересный пол, который мы нигде больше не встретим, надеюсь. Без моего ведома. Это может быть, но теперь уже и повторится. Ну, может быть, и повторится. Это также кровать, это тумба, это изголовье, это раковина, это душевой поддон. Ну, разве что гардеробную мы не стали здесь придумывать, потому что есть хорошее качественное решение на рынке. Ну, и, конечно же, помещение смотрится ещё более интересным за счёт разных фактур. Да, у нас есть камень, у нас есть дерево, у нас есть лён, у нас есть кожа, у нас есть даже металл на выключателях, вот такой фактурный мятый. То есть мы старались не делать ничего блестящего, у нас даже стекло матовое, что создаёт некий такой уют. Тем не менее, дверь входная у нас всё-таки глянцевая. Глянцевая, это, возможно, это скорее мы обращаем эту историю к остальной квартире. Ну, кстати, очень уместна здесь эта дверь, да? Да, она у нас раздвижна, ездит вдоль стены, скрыта, бесшумно и аккуратно. Буквально через несколько минут наши герои откроют эту дверь, они уже приехали и ждём их здесь сразу же после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, «Квартирный вопрос» закончил переделку спальни для семьи Долговых. Организовали мы там ещё и гардеробную, постирочную и даже душевую. Так что впечатлений наших героев ждёт много, а они уже здесь, за этой дверью, встречаем их. Здравствуйте, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Добро пожаловать обратно домой. Здравствуйте. Боже мой, что это у вас в руках? Вот подарок. Это арбуз. А это фрукты. А это фрукты. Боже мой, у него что сами делали? Ну, придумывали. Расскажите, как ваше путешествие. Мы же вам в Рим поездку подарили. Замечательное путешествие, на самом деле. Очень кухня понравилась, очень понравилась архитектура. И самое главное, спасибо «Квартирному вопросу», потому что у нас была настолько приятная компания. И мы просто очарованы и поездкой, и городом. Ну, что же прекрасно. Вы наверняка думали, гадали, что мы для вас говорили. Да, да, да. Мы каждый день придумывали, что там, какой цвет, что, что, что. Ну, фантазий много, но мы даже, конечно, не можем ни на чём остановиться. Ну, я думаю, что взгляд уже упал на... Ну, мы пытаемся не смотреть, но... Ну, посмотрите же, посмотрите. Ой, 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 я даже не могу представить, что там. Мы даже, на самом деле, не представляем, что там. Там, я знаю, что интересно, но... Будет, наверное, шок. Не знаю. Катюша, ну, смотри. Ну, давайте, не буду я вас мучить. Пойдёмте. Пойдёмте. Ну что ж, проходите, пожалуйста. Ой. 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 Вот это да. Вот это да. Проходите, дочь. Вот это да. Вы дверь отрываете, заходите, смотрите, что. Вот это у вас, халка у вас. Санузел. Ничего себе, дочь. Вот это да. Какая красота. Вот чего мы не ожидали, так это... Вот это вот. Так это санузел. Ну, мы решили сохранить то, что было дано, собственно, по планировке. Какие молодцы. Ну... Ой. И у вас здесь очень всё интересно. Так что заходите, я вам буду рассказывать. Ой. Во-первых, конечно же, душ. Посмотрите, какая там лейка. Прямо под дождём будет стоять. Вот так тогда. О-о-о. О-о-о. Ребята. Я просто в шоке. Обратите внимание на эту раковину. Светильник, ночник, как угодно. О-о-о. Нет, это сказка. Я ей не верю. Ой, вы не знаете, сказка продолжается. Вот этот панетас, например. Вам достаточно руку поднести. А вот теперь Диана сейчас нажмёт на маленькую кнопочку. Смотрите, ещё и такая форсунка. Это функция биде. Да, вот так. Тёпленькая водичка. Чудо техники. Чудо техники. Первый раз. У меня нет слов. Я в таком восторге. Вот чего мы не ожидали, так это санузла. Санузла? Причём такого. И такой шикарный, он маленький, но он такой вместительный. Вы проходите, смотрите дальше. Придём дальше. Ой, малочка. Ой, вот это да. Вот это да. Ой, 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 ой. Что красота. Вот это да. Вот это спальня. Ой, как-то у меня даже слов нет. Что такое? Я потеряла. Как пятизвёздочный отель в Европе. Да, но я думаю, намного лучше. Это панели. С кожей. С кожей. Да, я так вижу, да. Такая отделка интересная. Да, вот светка, как видите, да. Потрясающе. Такая кровать красивая. О, кровать большая. Ооо. И ортопедический матрас здесь. Можно посидеть. Да, нужно, конечно. Садись, садись. Его можно переворачивать. Есть по сторонам помягче, есть пожёстче. Как удобнее. А цвет стены белый, но это всё не давит. Так всё красиво. Вот за счёт этих панелей, скорее всего, этого света, который идёт через эти панели. А какой пол красивый. Вы знаете, пол Шамсудин Керимов, ваш архитектор, сам нарисовал, сам его спланировал. И здесь 600 вот таких вот фрагментиков. Представляете, как мозаику выкладывали. Это дуб, причём термодуб, что очень хорошо для ванной комнаты, это прошло только обработку серьёзную. И не боится воды теперь. Ой, ну архитектор у нас золотой. Золотой. Но вы ещё одну комнату не видели. Да, я думаю, я думаю. Ещё одна комната осталась, которая для меня, я думаю, будет самая интересная. Потому что я уж никак не мог себе представить, куда всё делится и уместится. Обалдеть. Ой. Ты смотри. Сколько места. Ты смотри. Стиральная машинка. Я думала, как. Не, не две стиральные машинки, а одна стиральная. Это стиральная и сушильная. Правильно. Абсолютно верно. Установлены в колонну. Всё прям как надо. Ты смотри. Реально. Красота какая. Там постирали, здесь высушили. Вот мы... И тут же погладили. И тут же погладили. Это не просто доска. Это супер доска, хочу вам сказать. О, да? Потому что иногда приходится гладить такие вот тонкие-тонкие вещи, которые буквально сбегают от вас, да, падают на пол. Там есть такая кнопочка. Нажали, и доска начинает всасывать воздух. И из-за этого вещи прилипают как бы к ней, и вы спокойно их разглаживаете, они никуда не спешат. Ой. И есть другая функция для каких-нибудь, например, эластичных вещей. Когда нужно каждую складочку разгладить, она наоборот начинает выдувать воздух. Надувается вот так вот, и вы разглаживаете хорошенько. Такие подарки, такая красота. Вы вообще не представляете, как все это функционально на самом деле, как можно повесить одежду, теперь сложить всё. Да, вот открываете. Смотрите, оп, ещё подарок. Тут и фен, и фен щёкли, и распрямитель волос, и стайлер, и всё, ионизация, то есть волосы не портят. Ну, потрясающая ферма. Смотри, какая интересная решение для всяких. Это для брюк, да. Плюс ко всему, видишь, можно регулировать какую-то волосу повыше сделать, какую-то помыше. Да, абсолютно верно. Слоп. Так что можете моделировать ваше пространство. А как же вы всё вот это уместили, и так функционально пополучили. Места стало на самом деле больше. Больше, да. Все вещи уместятся абсолютно, всё будет на своём месте. Очень красиво. Пространство из-за света большое, ничего не уменьшилось, и так всё функционально. Такая гардеробная, шикарная, просто шикарная. Вся наша техника, вся новая, соответственно, техника. И так она там вписалась гармонично. А как вам решение со стеклянными перегородками? Неожиданно. Неожиданно. Неожиданно и очень позитивно, очень здорово. Легко. Легко. Оно как-то всё это гармонирует? Свет проходит. То есть я думаю, что можно вот здесь весь свет выключить, и сквозь перегородки будет проходить свет. Это будет такое интимное освещение. Да, вот чувствуется, что здесь как раз-таки можно расслабиться. Это зона релаксации. И наш архитектор Молодчина, что он нам оставил санузел, действительно, у нас скоро прибавление, и мы как-то, наверное, немного не думали об этом. Мы не думали, да, что он на самом деле пригодится. Да, наверное, да, очень пригодится, да, что всё рядышком. То есть какие-то мысли были, да, что, может быть, зря мы сказали, что не нужен санузел. И вот наши какие-то мысли были услышаны. Всё радует. Я не могу найти ни одного момента, который меня бы не удивил или либо не порадовал. Это даже перевоплощение наших идей, мыслей и фантазий. Это просто потрясающе. Вот действительно... Квартира 5 звёзд. Квартира 5 звёзд. Квартирный вопрос просто респект, просто уважение. И мы вас всех любим. Ну а сейчас подарки от английской марки Дюлакс. Вот такой набор Let's Color. В него входит сертификат на 10 литров краски. Приглашение на мастер-класс, где вас научат работать цветом. А также ежегодный журнал, который рассказывает о тенденциях в цвете. И вот такие карточки с готовыми цветовыми сочетаниями. Наверняка вам это понадобится. Так что вдохновляйтесь, учитесь и действуйте. Спасибо. Компания Софья дарит вам сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Благодаря ему вы можете обновить интерьер и других комнат, установив там новые двери. Ну а выбрать их сможете вот по этому каталогу. Пожалуйста, устанавливайте. Спасибо большое. Обязательно воспользуемся. И, наконец, подарок от немецкой фирмы Thomas. Пылесос Thomas Parket X-Step. Он легко и быстро отмоет любое напольное покрытие. Будь то плитка, ламинат, паркет или даже ковер. Оснащен очень удобным фильтром Aquabox. Он чистится за считанные секунды. Так что пылесосьте теперь с удовольствием. Спасибо большое. Будем и воспоминать добрым словом. КОНЕЦ